В инстаграм-аккаунте Казанского университета прошел прямой эфир с проректором по внешним связям Тимирханом Алишевым и ответственным секретарем приемной комиссии КФУ Олегом Бодровым. Многих студентов волнует вопрос об открытии границ. В соответствии с теми рекомендациями Роспотребнадзора, которыми руководствуются университеты страны, есть требования об обязательном наличии справки о подсутствии COVID-19 при пересечении границы, есть обязательное требование о прохождении 14-дневного процедуры обсервации, то есть они не будут допускаться до очного физического присутствия в аудитории в течение этих дней, но они будут проходить обсервацию в наших специально отведенных помещениях общежития. Кроме того, они должны будут сдать тест на COVID-19 на 10-12 день пребывания здесь. Также студентов первого курса волнует вопрос, куда нужно обращаться по приезде в Казань. Они будут обращаться в седьмой дом, это место, где они получат специальную бумагу, контрольный лист, как мы его называем, где будут проставлены все необходимые печати, будет указан срок необходимости прохождения следующего теста на контрольное заболевание. Ну и все моменты тоже сотрудники наши помогут, сотрудники отдела адаптации иностранных граждан им окажут содействие. Помимо этого, граждане, въезжающие на территорию Российской Федерации, должны оформлять страховку. Существует два вида страховки, одна из которых уже включает стоимость теста на COVID-19. Тест проводится в нашей клинике, в том числе он может, тест может пройти на самом деле в любой лаборатории, здесь в квартире Казани их достаточно много, но в нашей клинике мы проговорили, чтобы это была самая минимальная цена, которая возможна, это 1400 рублей. Результаты теста мы получаем буквально, если с утра тест был сделан, к вечеру уже мы получаем результат. И наша страховая компания работает с этой клиникой в дальнейшем. Несмотря на завершение основного этапа приема на 2020-2021 учебный год, прием для иностранных студентов продолжается. Новый этап вступительных испытаний пройдет с 12 по 19 октября. Итоговые приказы зачисления будут 30 октября. Мы ожидаем, что достаточно большое количество студентов будет пытаться поступить в университет. Это связано с тем, что достаточно поздно в ряде стран, в Индии, в Узбекистане, достаточно поздно состоялись выпускные экзамены из школ. Но мы призываем заводить личные кабинеты в системе социальной сети Буду студентом Казанского федерального университета и готовиться к следующей волне экзаменов. Тем более, что там на сайте выложены и демо-версии, к которым можно начать готовиться. Кристина Надершина, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.